Успешность учащегося во взрослой жизни во многом зависит от тех знаний и навыков, которые он приобретает в школьные годы. Чтобы наши школьники могли всесторонне развиваться и действует дополнительное образование, его важность и нужность не нуждаются в особой рекламе. И всё же актуальная информация для педагогов, в том числе и будущих, необходима. В рамках проекта «Эколинейка», который реализуется при грантовой поддержке движения первых, в Центре дополнительного образования Славянска-на-Кубани прошло карьерное мероприятие для студентов Славянского сельхозтехникума и филиала Кубанского госуниверситета. В рамках этого проекта мы проводим вот такие карьерно-просветительские мероприятия для студентов и для молодых педагогов, для того, чтобы популяризировать нашу профессию педагога дополнительного образования, для того, чтобы студенты шли по окончании своих учебных заведений работать в дополнительное образование к детям. Мы хотим показать привлекательность нашей профессии, какие могут быть достигнуты успехи, возможности вертикального и горизонтального профессионального роста. А для этого мы приглашаем на наши встречи известных педагогов-наставников Краснодарского края, тех, которые добились больших успехов в своей профессиональной деятельности, как пример для наших будущих педагогов или для наших молодых педагогов. Были приглашены славянские ученые с тем, чтобы их участие позволило более широко осветить актуальные вопросы. Речь шла и о большей востребованности дополнительного образования в настоящее время. А дополнительное образование, оно ориентировано как раз на то, что не входит в программу школы, то, что интересно им. Дополнительное образование важно тем, что здесь собираются дети именно по тем увлечениям, которые у них есть. То есть задача педагогов в дополнительном образовании – это, наоборот, заинтересовать ребенка и удержать. Директор Центра дополнительного образования Славянска-на-Кубани Елена Слюсарева рассказал о собравшемся о перспективах работы в этой сфере. Это престижно и просто очень интересно для педагогов. По видеосвязи с аудиторией общался выпускник Центра дополнительного образования, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории регуляции экспрессии генов развития Института биологии Гена Российской Академии Наук Виктор Чмыхало. На территории Центра и Первого городского лицея построена образовательная площадка, возведен стационарный всепогодный планетарий, оснащен космический класс для занятий. Учащиеся городского Центра доп. образования представили свои проекты и рассказали о достижениях. Мы можем наблюдать, где находится спутник относительно нашей точки расположения, получать разные информацию, картинки, аудиофайлы, и все это конвертировать и делать, например, прогнозы погоды. Очень много спутников на орбите передают фотографии в прямом эфире. Так можно выразиться. Это погодные спутники, которые просто создают беспрерывную фотографию неба, осадков. Позже на программном уровне это все раскрашивается, и мы получаем точное представление о том, какую погоду нам ожидать завтра. Также наш космический класс подписал контракт с Cyponics, благодаря чему из любой точки России можно принять спутник, используя наш Центр управления полетами. Все это было очень полезно для студентов. Молодых специалистов пригласили поучаствовать в отборе на слет учащейся молодежи, который пройдет в конце июля в уникальном природном уголке России, на озере Селигер. На второе карьерно-просветительское мероприятие собрались 50 специалистов системы дополнительного образования Краснодарского края из 8 муниципалитетов. В этом году наша станция «Южный контролистов» 50 лет исполняется в декабре. Поэтому это учреждение с историей, это учреждение с потенциалом и с перспективами развития. Я хочу пожелать, чтобы сегодняшняя наша встреча прошла очень продуктивно, чтобы наши молодые педагоги, которые пришли в нашу систему образования, особенно в систему дополнительного образования, чтобы обязательно в ней остались, задержались, были перспективными, стали бы вот такими вот флагманами, лучшими проводниками в мир образования для наших детей. Славянский центр доп. образования постоянно развивается. Здесь появляется много нового, улучшаются условия как для учащихся, так и для педагогов. Гости посетили исследовательскую лабораторию, теплицу, живой уголок, оранжерею, образовательную площадку, космический парк и планетарий. Конечно, они получили подробную информацию обо всем, что здесь делается, и о том, что будет меняться в ближайшее время. Это реальное содействие профессиональному развитию молодых специалистов системы дополнительного образования. Участники встречи выразили благодарность организаторам, отметив познавательный формат мероприятия, высокий профессионализм педагогов и учеников, а также дружелюбную атмосферу. Все увиденное дало им немало пищи для размышлений и желания применить передовой опыт на практике. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Станислав Бурбыко, программа «События».